Вы растете не в спортзале. Тренировка провоцирует мышечный рост, но действительно они растут во время отдыха. Если перерывы между тренировками небольшие, мышцам попросту некогда расти. Так что уже на первых этапах задумайтесь над правильным режимом нагрузок и восстановлением. Обязательно в сочетании со спортивным питанием. Отдыха должно быть достаточно, но не слишком много. Для любителей рекомендуется заниматься не чаще 3-4 дней в неделю. Остальные дни ваши мышцы будут расти, восстанавливаться. Опасайтесь перетренированности. Серьезную тренировку организм воспринимает как сильный стресс. Чтобы от него оправиться, должно пройти некоторое время. Не понимать этого значит подвергать свое здоровье риску. В итоге можно получить болезнь, называемую перетренированность. Ее симптомами являются нарушение сердечной деятельности, падение иммунитета, вялость, слабость, быстрая утомляемость, бессонница и потеря веса. При первых же признаках необходимо отложить штангу и сделать перерыв на 1-2 недели. В более сложных ситуациях следует сразу же обратиться к врачу. Прислушайтесь к своему телу. Наш организм постоянно говорит с нами. Нужно научиться его слушать. Если вы вдруг стали чаще раздражаться, если мучает бессонница, то скорее всего выбранная программа тренировок вам не подходит. Следует ее корректировать, либо полностью изменить. Также стоит понимать, что организм человека подчиняется естественным биоритмам. В соответствии с ними необходимо выбирать тренировочный режим. В дни явного спада мышечного тонуса давайте более щадящей нагрузки. В момент максимальной активности забудьте о каких-либо поблажках. Не стоит идти на тренировку ослабленным и уставшим. Всегда ждите полного восстановления. Признак этого станет безудержный энтузиазм. Вы не идете, вы просто летите в зал. В таком состоянии вы уж точно набавите рабочий вес в базе или пару повторений в сете. Спите больше. Тренировки требуют хорошего сна. В период набора массы нужно спать не меньше 8-9 часов. Это также должен быть качественный сон. Без будильников, на мягкой, удобной постели, в комнате с толстыми шторами и без посторонних помех. Чтобы отказаться от будильника, лучше раньше ложиться. Утром вы должны себя чувствовать просто превосходно. Да, забыл сказать, каждый час сна это приблизительно 15% к уровню вашего тестостерона. Так что если вы спите от 6 до 7 часов и при этом испытываете проблемы с набором массы, Причиной этого может быть хронический недосып, приводящий к снижению уровня мужского полового гормона. Короче, если вы занимаетесь натурально и хотите добавить мышцам объем, спите больше. Берите дополнительный отдых. Для дополнительного восстановления сил специалисты рекомендуют во второй половине дня придаться недолгому сну. Полчаса достаточно. Это позволит восстановить психическую и физическую силу. К тому же, во время сна выделяется гормон роста и тестостерона, отвечающий за рост мышц. После интенсивного тренинга мышцы останутся напряженными. В таком состоянии они укорачивают свою длину. Но для восстановления и роста необходимо, чтобы мышцы приняли свою естественную длину. Для этого они должны полностью расслабиться. Здесь помогут любые способы релаксации. Медитации, сауна, массаж и прочее. Меняйте вид нагрузки. Лучшим методом стабильного набора мышечной массы натуральным способом является циклический. То есть тот, при котором чередуется чисто силовой тренинг. Средний и многоповторный. Но ученые пошли еще дальше и открыли так называемую стратегическую декомпенсацию. А именно неделю отдыха в период между циклом силового тренинга и циклом наращивания объема. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok